В прошлом году, после войны, исследовалась сначала Япония, которой не было, после войны, состоялись в СССР. В прошлом году, еще в период американская оккупация, японские власти начали имиссию денег для целиконосливания инвестиций, прежде всего частных инвестиций. То есть японские корпорации, получив возможность подавать заявки на объекты, которые нужны для роста производства, и, скорее, с примеров интеллективных планов наращивания производства в разрушенной экономике, японский центральный банк подавал необходимое количество денег. Первый пример был весьма неудачен. Очень быстро возникла сфера эмиссия денег, что привело сфера эмиссия денег, но, спустя некоторое время, с радиатом, которого было создано, в 50-е годы Япония вернув стала на путь использования фиат-ланды, для наискровенных металлических вложений. Среди Японии на этот путь стала и Западная Европа, которая также не была в переживании в СССР. Коммерческие банки выдавали предприятиям кредиты под векселя, под обязательства предприятий вернуть деньги в соответствии с кредитными соглашениями. Затем эти векселя предъявлялись Центральному банку. Происходила процедура переучета векселей, и Центральный банк выдавал новую порцию денег коммерческому банку. Этот кругооборот постоянно расширялся. Таким образом, европейские страны финансировали капитальные вложения для восстановления экономики. Для того, чтобы этот процесс не приводил к гиперинфляции и общей к инфляции, чтобы держать ее под контролем, Центральный банк Франции и Германии ввел мониторинг платежеспособности примерно по 5000 предприятий каждой. То есть они не все векселя переучитывали, и не под любой вексель печатали деньги, а только под векселя тех предприятий, в которых они были уверены с точки зрения надежности заемщика. Вот то, что сейчас пытаются делать рейтинговые агентства, оценка рисков по кредитам, европейские Центральные банки делали сами всегда. И исходя из оценки рисков, из кредитной истории тех или иных предприятий, они и обеспечивали пересчет векселей. Собственно говоря, этот механизм стал основой финансирования экономического подъема западноевропейских стран. Сегодня по пути использования фиатных денег идут все страны мира. И, скажем, если взять пример Китая, мы здесь видим в качестве основы советскую модель, эмиссию денег под планы по наращиванию производства и финансированию инвестиций. В Индии модель несколько иная, она была создана после национализации банковской системы правительства Индиры Ганди, где не было таких жестких директивных планов по росту производства, они пошли по пути создания кредитных ресурсов для финансирования инвестиций через Банки развития, через специальные государственные банки, которые предназначались изначально для финансирования инвестиций. Возвращаясь к категориям стран, все эти валюты, поскольку они фиатные сегодня, вопрос их ценности, это вопрос, конечно, доверия, прежде всего, хозяйствующих субъектов к тому, что эти валюты будут сохранять свою покупательную способность. Соединенные Штаты после войны, монополизировав управление в западном мире, прежде всего, на финансовой системе, путем политического давления фактически заставили западный мир подчиниться замене золота долларам. У Западной Европы не было шансов здесь как-то противодействовать, Деголь пытался это сделать, заставить американцев менять доллары на золото, но кончилось это его свержением в ходе первой, наверное, в европейской истории оранжевой революции, которую американцы устроили ему под видом молодежных бунтов во Франции. Других попыток как-то зафиксировать материальную ценность валют до последнего времени не предпринималось. Недавно, правда, Германия озаботилась вопросом, куда делся ее золотой запас, хотя он уже и не имеет роли обеспечения эмиссии, тем более у Германии нет своей валюты в настоящий момент, они пользуются евро. Американцы ведь захватили монополию на эмиссию мировых денег, предварительно собрав из Европы золотые запасы. Они забрали в Германии золотой запас себе на хранение, по всей видимости, также в Италии. Вообще в оккупированной зоне они убедили руководителей стран, которые были под их диктатом, хранить золото в Соединенных Штатах. Поэтому для европейских стран, кроме Франции, в общем-то, не было вопроса, точнее даже возможности как-то поднять вопрос, а где же золото. До эмиссии евро доллар фактически был единственной валютой, которая использовалась в качестве золотого эквивалента, в качестве мировой резервной валюты, если не брать мировую социалистическую систему. После распада Советского Союза монополия доллара в качестве мировой резервной валюты распространилась на весь мир. Однако был еще фунт стерлингов, конечно, который остался в Британской империи. После распада англичане еще длительное время предпринимали попытки привязки эмиссии валют своих бывших колоний к объему фунта стерлинга, который в них в валютных резервах находился и определенную нишу Банк Англии удерживает до сих пор. Япония, которая еще раньше американцу приступила к эмиссии фиатных денег, использовала их для экспансии японского капитала в прилегающем регионе Юго-Восточной Азии. Но так или иначе эмиссии этих валют и фунта стерлинга и иены шли под американским зонтиком. То есть это были мировые валюты, свободно конвертируемые, но роль их была скорее региональной. Однако создание евро пробивает монополию Соединенных Штатов на использование в единственном качестве доллара, в качестве мировой резервной валюты. Евро, которое создавалось как региональная валюта, но она во многом и остается региональной валютой, поскольку обслуживает прежде всего товарооборот стран Европейского Союза, тем не менее сегодня принимается во всем мире наравне с долларом и постепенно увеличивается доля евро в мировой финансовой системе. Эти валюты признаны в качестве свободно конвертируемых резервных валют, которые имеют свой статус в Международном валютном фонде. В этих валютах ведутся все расчеты, мировые цены формируются в них, и это позволяет, они будут абсолютно ликвидностью, то есть любой центральный банк мира их принимает в качестве валют. И в отсутствие даже международных каких-либо соглашений четыре валюты, доллар, евро, фунт и иена, имеют возможность обращаться по всему миру в качестве всеобщего эквивалента, а их эмитенты, соответственно, создают деньги не только для своих национальных экономик, но и для всего мира. То есть они получают эмиссионный доход не только за счет формирования денежного предложения у себя в стране, но и за счет формирования денежного предложения для всей мировой экономической системы. Доля долларов, которые растекаются за пределами США, составляет примерно половину всей долларовой эмиссии. И за счет присвоения этого эмиссионного дохода, это разница между номинальной стоимостью, точнее между реальной рыночной стоимостью и номиналом, поступает в бюджет Соединенных Штатов. Это дает колоссальную возможность для финансирования развития экономики, поскольку все другие страны, использующие валюты второго и третьего уровня, вынуждены для того, чтобы участвовать в мировом экономическом обмене, формировать свои валютные резервы в валютах первого уровня и покупать эти валюты за поставку реальных материальных ценностей. То есть, если для Соединенных Штатов доллар не стоит ничего, то для нашего Центрального Банка, для нашей экономики доллар стоит согласно его эквиваленту в цене на нефть, цене на другие ресурсы, которые мы экспортируем. То есть, мы фактически в той мере, в котором используем иностранные валюты, жертвуем своим потенциальным эмиссионным доходом в их пользу. И они таким образом захватывают наше финансово-экономическое пространство, получая синьераж, то есть эмиссионный доход не только на своей экономической системе, но и на экономическом обороте других стран. Часть валют второго уровня имеет признание в соответствующих регионах. Скажем, в Евразийском экономическом союзе рубль имеет неформально, а в Беларуси и формально статус резервной валюты. В этом смысле валюты финансово-развитых стран, которые создают вокруг себя зоны экономического сотрудничества, тоже имеют возможность частично присваивать себе эмиссионный доход в той степени, за пределами своей экономики, в той степени, в которой их валюты пользуются спросом. Наиболее мощной валютой второго уровня сегодня является юань китайский, который фактически уже признан в качестве валюты первого уровня международным валютным фондом. МВФ его включил в корзину резервных валют, несмотря на то, что юань не имеет свободной конвертации по капитальным операциям. Для валюты, которая претендует на роль резервной, очень важно, это необходимое условие, обладать свойством полной конвертируемости. Хотя в идеале такая полная конвертируемость не достигается даже в американском долларе. Скажем, если у вас есть много долларов и вы хотите купить какой-нибудь объект в Соединенных Штатах, не факт, что вам удастся это сделать, потому что регулятор может вам эту сделку запретить. Это может быть исходя из антивонопольных соображений, из соображений национальной безопасности. То есть полной конвертируемости в материальные ценности нет нигде, поскольку американцы никому не обещали, что они будут свободно продавать за доллары все свои активы, поэтому они могут любым способом в любое время ограничить. Прием долларов на свои территории. Они этого не делают для того, чтобы сохранить возможность присваивать эмиссионный доход, то есть сохранить доверие к доллару. Тем не менее, свободная конвертируемость по капитальным операциям, то есть покупка не только товаров, но и активов в других странах, в странах-эмитентах национальной валюты является необходимым условием для того, чтобы валюта была резервована. Наконец, валюты третьего уровня, которые никому на мировом рынке не нужны, они обслуживают оборот внутри отдельных государств и не влияют на распределение эмиссионного дохода в мировой финансовой системе. Вся эта кухня фиатных денег сложилась в основном в прошлом веке, как я уже сказал, начиная с Советского Союза, затем Япония, Западная Европа и, наконец, 70-х годов Соединенные Штаты. Сегодня практически все современные деньги являются фиатными и возможность их использования целиком основана на доверии к ним. Фиатные деньги могут удерживать функции обычных денег, ну, старых денег, традиционных, лишь в той степени, к которой к ним сохраняется доверие, если экономические субъекты начинают бежать от тех или иных денег, отказываться от них, уходить в другие валюты, то, соответственно, начинается инфляция, обесценение денег, они теряют свой функционал, в том числе для таких традиционных функций, как сбережение, мира стоимости, всеобщий эквивалент и так далее. Значит, очень важно понимать, что оборот фиатных денег – это не просто их впрыскивание в экономику. Надо еще их уметь держать под контролем и при необходимости изымать из экономики, когда их становится слишком много. для традиционных денег, золотых, скажем, такой проблемы нет. Их не может быть слишком много, потому что они аккумулируются в сокровищах, они всегда сохраняют материальную ценность. А для фиатных денег такая проблема есть. Когда эмиссия денег зашкаливает потребность экономики в нормальном воспроизводственном процессе и их становится слишком много, наступает инфляция. Поэтому регулятор должен не просто создавать уметь деньги, он должен уметь их удерживать в денежном кругообороте так, чтобы они не теряли свои покупательные способности. И здесь очень важный элемент – это стерилизация, то есть изъятие денег из экономики, когда это требуется. Согласно определению ОТРБ, я в данном случае ссылаюсь на его определение, поскольку это наиболее сегодня четкая теория денег, оборот фиатных денег имеет три фазы. Это эмиссия, собственно оборот в экономике и изъятие. Изъятие фиатных денег происходит через схлопывание финансовых пузырей. Когда избыточные деньги аккумулируются в финансовых пузырях, формирующихся под необеспеченные вторичные и третичные обязательства, сегодня это в основном финансовые пузыри деривативов, а мы о них еще будем говорить. Эти финансовые пузыри связывают избыточные деньги, не давая им повлиять на цены в нормальном экономическом кругообороте. И в конце концов они схлопываются вместе с обесценением сбережений тех экономических субъектов, которые вложили деньги в финансовые пирамиды, являющиеся основой финансовых пузырей. Поэтому периодически происходящие финансовые кризисы – это необходимая часть кругооборота фиатных денег. Поскольку деньги создаются под долговые обязательства, вас не должно смущать то обстоятельство, что по мере развития той или иной экономической системы растут долги. Сегодня, скажем, очень много таких апокалиптических прогнозов относительно китайской экономики, что вот там финансовые пузыри, много долгов, но слопнулась шанхайская биржа, упали индексы в полтора раза. Это, в общем-то, никак на кругооборот материальных ценностей почти не повлияло. Как развивалась китайская экономика около 7% в год, так она и развивается. Конечно, финансовые кризисы дестабилизируют финансовые рынки, нарушают нормальный процесс кругооборота капитала, но в основе кругооборота денег лежит банковская система. Финансовый рынок выступает в роли как раз стерилизатора. Это наиболее такой подвижный механизм перераспределения денежных ресурсов. И на финансовом рынке, собственно, идут процессы связывания избыточной денежной массы, которая растекается за пределы банковской системы, которая уже не контролируется регуляторами. И, собственно говоря, одна из мало изученных функций финансовых рынков – это стерилизация избыточных денег через генерирование и схлопывание финансовых пузырей со списанием соответствующих долгов. Когда, скажем, лопнули в 2008 году инвестиционные банки Олл-стрита, это означает, что Федеральная резервная система списала соответствующие долговые обязательства с себя, которые она создала путем эмиссии долларов. Таким образом, если мы говорим о процессах развития, то фиатные деньги – это, мы здесь пишем, главный экономический инструмент государства, в том смысле, что это философский камень. В отличие от налоговых поступлений, которые нужно собирать за счет реальной экономической активности, обременять бизнес издержками налоговыми, эмиссия денег не требует никаких затрат. Поэтому, если она ведется управляемым образом, эти деньги поступают на соответствующие контролируемые государством цели, прежде всего финансирования инвестиций, то эффективность такого инструмента практически безгранична. Есть много подходов к теории денег, исходя из абсолютизации тех или иных функций. Но если мы считаем, что к деньгам подходим как к инструментам развития, которые обеспечивают потребность экономики в деньгах для финансирования инвестиций, то, согласно определению известного классика денежной теории американского экономиста Тобина, главной функцией инвестиций всей банковской системы и всей денежной системы страны должно быть создание максимально благоприятных условий для роста инвестиций. Мы с вами говорили о том, что научно-технический прогресс – это главный фактор экономического роста, но его надо финансировать. Нужно деньги тратить на научные исследования, разработки, на подготовку кадров, на покупку оборудования, на внедрение новой техники. В основном в современной экономике это финансирование идет через кредиты. Если в экономике сбережений мало, если население бедное, если нет развитых финансовых институтов, то деньги неоткуда взять, приходится зависеть от иностранных инвестиций. Единственный выход – это эмиссия денег в целевой форме, в форме связанной кредитной эмиссии, будь то под обязательства государства, когда деньги имитируются под государственный долг, на финансирование дефицита бюджета и дальше расходуются государством, исходя из интересов социально-экономического развития, как это действует сегодня в Америке и в Европе. Или это эмиссия под долговые обязательства участников рынка, экономических агентов, которые берут деньги взаймы для того, чтобы их наполнить реальным материальным содержанием через наращивание производства и повышение экономической эффективности. Поэтому мы здесь из всего множества функций денег выделяем две – стимуляторы экономической деятельности через кредитование инвестиций и возможность для государства получения эмиссионного дохода для финансирования общественных нужд. Еще раз хочу подчеркнуть, что эти функции фиат на деньги могут выполнять только если денежная система сбалансирована, то есть если денег столько, сколько нужно для развития экономики. Если эмиссия ведется в плановом порядке, под контролем и избыточная денежная масса вовремя стерилизуется. Если у страны есть возможность имитировать мировые деньги, то она получает безграничные инструменты для осуществления своей экономической и политической экспансии. Для финансистов не секрет, что практически все свои военные расходы, в том числе оплата сотрудников военнослужащих, Соединенные Штаты ведут за счет чисто денежной эмиссии. И способность получать эмиссионный доход за счет эмиссии мировых денег является главным источником финансирования американских военных расходов, по которым они не просто лидируют. Объем военных расходов, оборонных расходов в Америке составляет более 50% всех мировых расходов. И в основе такого военно-политического могущества лежит монополия на эмиссию мировых денег. То есть фактически страны, которые используют доллар в качестве элемента своих валютных резервов, которые покупают доллар, продают за доллары свои товары, они фактически финансируют эмиссионный доход в Соединенных Штатах и тем самым финансируют дефицит американского бюджета, включая военные расходы. Последняя здесь, так сказать, роль мировых денег, латентное ограбление и эксплуатация финансово неразвитых стран отражает механизм неэквивалентного обмена, о котором я уже говорил. Когда российский центральный банк покупает доллары на рынке, это означает, что мы в обмен на ничем не обеспеченную денежную эмиссию доллара в Соединенных Штатах предоставляем свои материальные ресурсы, которые мы продаем на внешнем рынке. Потому что доллары на российском рынке образуются не просто так, они образуются как результат валютной выручки тех предприятий, которые продают свои товары за рубеж. Поэтому американские доллары для нас обходятся дорого в соответствии с издержками, которые мы несем, наша экономика на производство экспортных товаров, в то время как для Соединенных Штатов и их банков доллары ничего не стоят. И таким образом, используя доллары в качестве резервной валюты, мы, по сути, втягиваемся в ловушку неэквивалентного обмена. Для расширения нашей экономической активности требуется, поскольку у нас открытая экономика все больше валютных резервов, нам нужно обслуживать наш растущий товарный оборот, если у нас экономика растет. Но чем больше мы растем, тем больше мы субсидируем Соединенные Штаты путем использования ничем не обеспеченных долларов, предъявляя на них спрос. Это и есть основа неэквивалентного экономического обмена между странами-эмитентами мировых валют и всеми остальными государствами, которые их используют. Государство воздействует на экономическую активность посредством денежной политики. Когда необходимо поднять темпы экономического роста, когда государство может увеличить денежную эмиссию, расширить объем кредитовой экономики. Когда необходимо поднять эффективность, если мы сталкиваемся с тем, что начинаются инфляционные процессы, а инфляция – это признак неэффективности экономики, когда издержки начинают расти неконтролируемым образом, либо из-за злоупотребления монополистами, либо за счет технологического отставания. То есть, когда стоит задача поднять экономическую эффективность, государство может сократить количество денег и тем самым поднять стоимость заимствований и поднять требования к эффективности инвестиций. Сегодня требования к эффективности в западных странах очень низкие. Практически в дальнейшем я вам покажу, как строится политика процентных ставок. Сегодня в ведущих странах мира процентные ставки близки к нулю, поскольку главная задача, которую ставят регулятор и эти государства, заключается в преодолении структурного кризиса. Они ставят задачу наращивания производства, внедрения новых технологий. Их больше волнует вопрос падения экономической активности, чем вопрос эффективности. Поэтому практически все страны мира сегодня имитируют деньги в огромных объемах через так называемую политику количественного смягчения. Денег выливает столько, сколько экономика может переварить. Но наступит момент, когда экономика будет перегрета, и мощности все будут загружены. Тогда придется деньги стерилизовывать, поднимать процентные ставки для того, чтобы усилить требования к эффективности. Если говорить о целях экономического развития, то денежная политика имеет ключевое значение для организации кредита. Но нормальная организация кредита возможна только в том случае, если мы поддерживаем сбалансированность, то есть если мы не допускаем высокой инфляции. Для этого в экономике должно быть столько денег, сколько нужно для ее нормального расширенного воспроизводства. Не больше и не меньше. Если их больше, чем нужно, наступает перегрев экономики. То есть все мощности загружены, и избыточная денежная масса ведет к росту цен. И тогда нужно стерилизовывать избыточные деньги. Если денег слишком мало, значит мощности не могут быть загружены. В нашем случае появляются дополнительные издержки, связанные с содержанием избыточных мощностей. Падает экономическая эффективность, и инфляция возникает уже не из-за избытка денег, а из-за их нехватки, из-за того, что слишком высокие издержки. И они растут из-за того, что не хватает денег для инвестиций, для повышения технического уровня и внедрения новых технологий. Поэтому очень важно понимать, сколько денег нужно. То есть существует некоторый оптимальный уровень денег, количество денег для каждого состояния экономической системы. На этом, в таком простом графике, показано, как функционирует денежная система в развитых странах. Мы видим, что деньги, находясь в процессе товарооборота, круга оборота, конечно, трансформируются постоянно. Они трансформируются в производственном процессе, связывают материальные ресурсы в технологиях, в производстве материальных благ. Они трансформируются в доходы и сбережения. Затем эти сбережения используются для инвестиций. И чем развитием экономическая система, чем больше денег уже в ней функционирует, тем меньше значение денежной эмиссии. Потому что денежная эмиссия работает на отклонениях. Это некоторые корректирующие воздействия государства. Денежная эмиссия имеет огромное значение в момент старта экономического роста, когда денег нет. Например, после военной Германии, когда денег не было, всем раздали по 20 марок и сказали, «Денег нет, но вы держитесь», по известной поговорке. Но на самом деле им все время давали все больше и больше денег. Если люди работали, не получали зарплату, предприятия получали кредиты на пополнение оборотных средств и так далее. То есть в начальный период восстановления экономики Европы после войны денежная эмиссия играла ключевое значение. Так же, как и в Советском Союзе в период индустриализации, или в Китае 20 лет назад. Но по мере того, как экономика начинает функционировать на уже имеющемся денежном запасе, роль денежной эмиссии сокращается. Здесь очень важное отличие. В том числе характерное для нашей страны. Дело в том, что страны, которые по разным причинам не могут, не хотят, не имеют механизма, процедуры создания своих денег через управляемую кредитную эмиссию, используют самый примитивный и самый простой режим создания денег под чужие валюты. Это так называемый режим currency board, по-английски или валютного правления, который впервые был отработан в практике колониальных империй, когда, скажем, Англия разрешала своим колониям иметь свои деньги, но лишь в той объеме, в которой эти колонии покупали фунты стерлингов. То есть, по сути, колониально зависимые страны имели эрзац валюты. Там номинально это была независимая валюта, там соответствующей символикой. Но фактически эта валюта была всего лишь отражением количества фунтов стерлингов, находящихся в валютных резервах этого центрального банка. Международный валютный фонд, в котором господствуют монетаристы, до сих пор считает, что это самая идеальная модель для развивающихся стран. То есть, страны слаборазвитые, которые не умеют сами инвестировать, не умеют тратить деньги, в которых высокая коррупция и очень низкая эффективность. Им нельзя доверять, с их точки зрения, денежный станок. Поэтому валютный фонд старается всем навязать модель валютного правления. То есть, заставляет денежные власти зависимых стран ограничивать эмиссию денег только покупкой свободно конвертируемых резервных валют. То есть, идеальная, с точки зрения МВФ, денежная модель, это когда деньги создаются под покупку долларов, евро, иены, тех валют, которые признаны резервными самим валютным фондом. К сожалению, в нашей стране пошли именно по этому пути в 90-е годы. Но почему это, скажем, для слаборазвитых стран такая рекомендация имеет ограниченное право на существование, понятно. Если в стране нет культуры управления, если нет, так сказать, серьезной промышленности. И есть дикие племена, которые вообще не умеют, никогда не знали, что такое банки. Давать возможность их центральному банку печатать деньги – это что значит? Это просто вождь будет для себя печатать деньги, больше ничего. И, таким образом, постепенно присваивает себе весь национальный доход соответствующей страны, все ее национальное богатство. Примеры, кстати, такие есть. В Африке можно далеко не ходить, взять Зимбабве, например, современную, или некоторые другие страны, где вожди прибегали к комиссии денег просто для того, чтобы погашать все текущие потребности, даже без всякого учета долговых обязательств. Поэтому там гиперинфляция и никаких возможностей организовать нормальный процесс нет. То есть в дикой стране модель currency board, возможно, подходит. Но для такой большой развитой страны, как наша, эта модель оказалась губительной. Потому что, если вы создаете деньги только под покупку иностранной валюты, это означает, что вы не можете кредитовать внутренне ориентированные сектора экономики. То есть вы кредитуете только те сферы, которые дают валютный доход. Соответственно, нефтегазовый комплекс, химико-металлургический, которые имели экспортную выручку, они же, продавая экспортную выручку, получали рубли в обмен на сданную валюту или прибегали к кредитным заимствованиям за границей, поскольку имели поток ликвидных товаров, им было чем расплатиться. И наша экономика постепенно шла вслед за источником предложения денег. Если мы создаем деньги под иностранную валюту, значит, мы идем, движем нашу экономику туда, откуда эта валюта приходит, под чужие потребности. И, соответственно, внутренне ориентированный сектор экономики, машиностроение, строительство прежде всего, транспорт остается без денег. Они деградируют, у них нет возможности прибегнуть к дешевым кредитным заимствам за рубежом, они работают на дорогих деньгах, это не позволяет финансировать инвестиции и развитие. То есть мы не только отдаем свой потенциальный эмиссионный доход, используя доллары и евро в качестве основы для эмиссии денег, но мы и привязываем нашу экономику к потребностям внешнего рынка, тех стран, откуда, собственно говоря, приходят деньги. Вот эта принципиальная разница в механизмах денежной эмиссии имеет очень важное значение в анализе процессов развития экономики. Экономика не может современно жить без денег, инвестиции обеспечиваются кредитами в основном. Если в экономике нет своих кредитов, значит, экономические агенты вынуждены идти за границу за кредитами и работать в интересах иностранных кредиторов, под них подлаживая свою производственную программу. Ну, здесь уже просто определение, что такое эмиссионный доход. Раньше он назывался «синьеражем», но «синьераж» касается чеканки монет. В данном случае мы говорим о чисто фиатных деньгах, поэтому лучше использовать термин «эмиссионный доход». В конечном счете экономическим обеспечением оборота денег, конечно же, является товарная масса. Поэтому, когда денег становится слишком много, то их покупательная способность падает. Но современная товарная масса – это вопрос очень, так сказать, тонкий. Это не то, что модель Фишера вам известна. Я следующую лекцию начну, наверное, с анализа модели Фишера, для того, чтобы уже перейти к оценке количества денег, которое может быть в экономике. Ведь современная товарная масса – это, прежде всего, рынок услуг, который имеет очень произвольные цены. И пытаться привязать объем денег к объему товарной массы мог только Советский Союз, у которого был полный материальный и вещественный баланс. В Советском Союзе знали, сколько производства товаров, были фиксированы цены, и можно было посчитать финансовый план под план производства. В рыночной экономике обеспечить эквивалентность количества денег к количеству товаров просто нереально, и такую задачу ставить бессмысленно. Поэтому управление деньгами – это управление потоками, это не управление запасами. Нужно настраивать денежные потоки таким образом, чтобы удерживать основную часть денежной массы в кругообороте расширенного воспроизводства, минимизируя переток денег в финансовые пузыри, допуская их в той степени, которая необходима для стерилизации денежной массы за счет спекулятивных игроков. Здесь я уже говорил, роль финансового рынка очень важна именно с точки зрения второго и третьего цикла денежного оборота – это связывание избыточных денег и их последующая стерилизация. Не буду повторяться, здесь написано то, о чем я уже тоже вам говорил. В завершении своей лекции мы начнем следующую лекцию с этих картинок, просто вам для размышлений. Вот так устроена эмиссия денег у нас. Главный эмиссионный поток сегодня перекрыт – это деньги, поступающие из-за рубежа, западные кредиты инвестиции, под которые создавался рубль. И сегодня деньги создаются в основном под спекулятивный спрос на финансовом рынке. Поскольку мы создаем деньги в основном под покупку иностранной валюты, то наша схема денежной эмиссии выглядит таким образом. Деньги создаются в основном под приток иностранной валюты. Если говорить о развитых странах, которые работают на своих внутренних кредитах, то центральные банки напрямую создают кредитные ресурсы для финансирования инвестиций, что не мешает в том числе создавать деньги и под покупку валютных резервов. Современная система денежной эмиссии всегда многоканальна. В любой стране есть валютные резервы, которые нужно покупать, поэтому этот механизм так или иначе действует. Но кроме этой модели currency board существует поток рефинансирования коммерческих банков под обязательства, который был главным в Западной Европе. Поток эмиссии денег под покупку облигаций, которые главные в Соединенных Штатах сегодня. Эмиссия денег под финансирование институтов развития, который сегодня в Индии является главным потоком. Вот так устроена денежная эмиссия в США. Вы видите, что деньги печатаются под Федеральной резервной системой, под покупку облигаций американского казначейства. И практически 95% американских долларов сформировано под облигации, под обязательства долговые американского государства или государственных институтов, такие как ипотечное агентство. Так работает банковская денежная эмиссия в Китае, где Народный банк Китая использует два канала главных. Это покупка валюты в резерв, поскольку в Китае экспортно-ориентированная экономика. И механизм, который имел ключевую роль в начале процесса китайского экономического счета, меньшую роль сейчас, это эмиссия денег через государственные коммерческие банки под планы роста производства со стороны регионов и экономических агентов. На этом мы сегодня лекцию завершим. Если пару вопросов, я могу ответить. Следующую лекцию мы начнем с формулы Фишера, и затем уже перейдем к практике денежной политики, существующей сегодня в мире. Продолжение следует... По поводу экономической концепции, которая активно играет в институте в Китае. Ну, и, в частности, это не случайно, что в текущей экономической системе института, по объективным причинам, что новый технологический переход, о котором Вы говорили на предыдущих Китае, он просто невозможен был объективным причинам, но если Вы просто у Вас выяснили, что в какие-то моменты его концепции неадекватны, а какие прямо совсем ординарны? Я не берусь давать оценку, у Хазина такая разветвленная, и в некоторой степени даже конспирологическая концепция, которая мне очень симпатична, но я думаю, что мы к этому разговору вернемся в конце курса. Я Вам должен буду еще рассказать про не только технологические уклады, но и про мирохозяйственные уклады, про то, как меняются институты, и как трансформируется сегодня денежная система. Я не могу только согласиться с тезем, что современная финансовая система не способна обеспечить переход к новому технологическому укладу. Как раз это и происходит. Вот эта безграничная денежная миссия, которую Вы увидите на следующей лекции, она является источником финансирования новейших технологий. Они растут с темпом 30% в год. Еще вопросы есть? Да, последний, пожалуйста. Почему Россия не ведет оборудование, как и страны, и за рубли? Почему за доллары? Какие громкие страны? Во-первых, фетишизация доллара, которая возникла сразу после распада Советского Союза, когда считалось, что было такое понятие «деревянные рубли», типа у них нет покупательной способности. рубль в то время не воспринимался мировым рынком никак, поскольку не было никакого опыта работы в рублях. Но, тем не менее, по мере обуздания инфляции и расширения российского экспорта, возможность использования рублей в качестве мировой валюты возникла, особенно после повышения цен на нефть. Мы эту возможность упустили несколько раз. Первый раз мы ее упустили, когда вводилось евро. Европейцы к нам приезжали, я сам вел переговоры с господином Проди, который зондировал почву, будем ли мы брать евро в качестве элемента валютных резервов. Я ему говорил, да, будем брать евро, если вы будете брать рубли. Потому что вопрос резервной валюты – это вопрос договоренности между центральными банками. Это не то, что американцы чем-то более эффективным мировой рынок покорили. Нет, они покорили политической силой, военно-политической силой с помощью НАТО, с помощью принуждения. Поэтому вопрос, почему та или иная валюта является резервной – это вопрос договоренности между центральными банками соответствующих стран. Согласится Европейский центральный банк принимать рубль? Это значит, что все европейские банки будут принимать рубль, будут покупать рублевые счета, и будут хранить резервы в том числе в рублях, по своему усмотрению. Но у нас тогда господствовала в финансовом блоке американская агентура, прямо скажем, и они просто на предложение Проди отреагировали полные капитуляции. Они сказали, да, мы будем принимать евро, а насчет рублей вы не беспокойтесь, у нас никаких претензий по рублям нет. То есть тогда, к сожалению, денежные власти под руководством господина Кудрина этот момент, прямо скажем, упустили. Второй момент возник в период, когда у нас накопились большие валютные резервы, и рубль стал самой обеспеченной валютой в мире. До сих пор является таковой. Но центральный банк уронил рубль в 2008 году и предоставил возможность коммерческим банкам использовать денежную эмиссию, которая была тогда организована для спасения финансовой системы, для покупки валюты. То есть центральный банк спасал банки наши коммерческие, имитировал деньги для их спасения. Они эти деньги использовали для покупки валюты. То есть произошла такая спонтанно управляемая долларизация экономики второй раз. Наконец, третий раз возможность использования рубля в качестве резервной валюты даже в нашем Евразийском экономическом союзе была подорвана действиями центрального банка в 2014 году, когда они бросили рубль в свободное плавание. И рубль потерял устойчивость. Кому нужна такая валюта, неизвестно какой курс у нее будет через 3-4 дня. Таким образом, эта возможность была упущена в силу грубейших ошибок, допущенных нашими денежными властями. Но мы об этом будем говорить в заключительной лекции этого цикла. Вы понимаете, что у них есть 52 пара, которые являются в том числе? Да, конечно. Они признаны самыми лучшими банкирами и министрами финансов в мире. Но почему для них? Нет, понимаете, когда мы начинаем критиковать эту политику, они предъявляют мандат. Вот вы видели, валютный фонд признал такого-то человека лучшим центральным банкиром планеты. Вопросы есть? Вопросов нет. К сожалению, наше руководство по-прежнему придает значение такого рода титулам в кавычках, которые на самом деле даются за деструктивную политику. Спасибо за внимание.